Тут, короче, он все двери повыбивал, мы попробуем сейчас сбежать через ворота. Опа, жесть! Лаки! Божечки, он уже отсюда войдет, жиробасина. Ой, он эти газы свои выпускает. Выпускает газы. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитр Розе. Мы сегодня будем продолжать играть в игру по названиям Хоррор Шоу. И в сегодняшнем видеоролике мы сделаем обзор на абсолютно всех выживших в игре. Я помню, я такое видео делал еще раньше, но хотелось бы его переснять, усовершенствовать. Ведь много времени прошло и много чего изменилось. Перед началом видеоролика я попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, ссылочка на плейлист игры, на игру, на дискорд-сервер и на донатику. Кого вы желаете, возможность поддержать мне денежкой, буду вам благодарен. Мы потихонечку будем начинать и начнем мы сегодня с открытия боксов. Да, как всегда. Сначала откроем маленький ящичек, посмотрим, что у нас здесь. Жикс. Хорошо, тут у нас на Айронса прокачка, 7 золота и прокачка еще на Мону. Открываем редкий ящик. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Открывается. Бац-бац-бац. Прокачка на Стешка, на Митчелла и на Гаррика. Еще плюс 14 золота. И открываем еще плюс вот такой вот большой, красивенький фиолетовый ящик. И будем, в принципе, потихонечку начинать делать обзор на наших выживших. Гарик, Культурист и 17 золота. Очень много, очень классно. Я уже некоторых попрокачивал вне ролика. И мы, в принципе, будем смотреть Мона. На 12 уровне у нас больше всего, так сказать, преимущества. Это Сила Духа. У нее целых 55 единиц. Сейчас мы прочитаем ее биографию. Мона Кокс росла в семье работяг. Мама работала медсестрой в ближайшей больнице. Отец строитель. Мать Моны никогда не хотела иметь отпрысков. Думала, любовь к детям проснется в ней во время воспитания ребенка. Но она заблуждалась. Когда девочке еще не исполнилось и 7 лет, мама не выдержала и попыталась утопить своего ребенка прямо во время купания перед сном. Чем больше вы играете за персонажа, тем ближе его знаете. Да. Так, купить все дела. И мы, в принципе, стартуем. Такая у нее печальная, если честно, судьба у нашей Моны. Но, как раз таки, как говорится, огонь закаляет сталь. И почему-то я играю один на один против кого-то там чувака. Это у нас реальный игрок с нами будет играть. Где, Няша? Не пропадала. Так, ну что, мы стартуем. Почему я один? О, все, поподключались ботяры уже, наконец-то. Божечки, я уже думал, что я тут буду один как-то выживать, пытаться выжить. Так, Мона, Мона, Мона. Такая вот девчуля Мона у нас есть в игре. Прикольная, да? Сильная духом женщина. Самая сильная из этих всех мужчин, да, в игре. Самая такая сильная духом. Главное, это не унывать. Главное, это верить. А там уже все прибавится. Так, 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 так. Делаем, значит, ремонт электрощитка. Можно, в принципе, сегодня сбежать через машину, либо же через вертолет. Но мы будем чинить, находить. И, походу, уже будем разбираться, что же мы будем делать. Так, мы починили. Можно уже тут, ой, мини-игру эту проходить. Но я не нажал, не успел. Кстати, у нас в игре две Моны и два Наварро. Так, вижу электрощиток. Кто-то тут не дочинил. Надо дочинить обязательно. Ой, Наварро ранили уже. Так, бац, ай, не попал. Как тут попадать в этой мини-игре? Я пока что вообще не шарю. Пока что вообще не шарю в этой мини-игре. Как тут попадать? Тут ничего мы не можем пока что сделать. Все, мы можем уже сбежать, получается, через ворота. Вот это да, так быстро. Машина, кстати, такая же, на которой можно сбежать пикап. Вот это да, можно уже сбежать, получается, через ворота. Офигеть. Столько всего мы, конечно, проделали. Почти что совсем ничего, но уже можно сбежать. Могу я уже сбежать? Попробуем или не будем пробовать? Конечно, попробуем. Ой, Гарик! Ой, он со мной не тимится. Ничего себе, как он меня быстро догнал. И в клетку сразу же заманивает. Бищ. Или нет? Оставил меня. Или в клетку? Все-таки непонятно. Вроде как в клетку. Окей. Ой, меня освобождают. Спасибо, ушки. Теперь мне надо идти подхилиться где-то. Ой, Гарик, нет, пожалуйста. Нет, 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 нет. Иди-ка в клетку сюда. Я в клетке, я в клетке. Гарик, капец. Поймал меня. Жуть какая. И что? Все, я уже в клетке номер один. Клетка номер один. Гарик нам не дает покоя. Что ж такое? Что ж такое, Гарик? Ну что тебе не не уймешься ты, негодяй? Ну-ка, выбираемся. Ой, кто-то уже сбежал. Кстати, мне надо идти, короче, подхилиться. Где тут хилка, аптечка? Аптечки не видно. Вот это мне не везет. Это мне, конечно, совсем не везет. Короче, Гарик где-то непонятно где. Где-то непонятно где крутится. Мутится. Тут две моны. Поэтому не знаю, кого он будет первого валить. Мы тем более ранены. Ай-яй-яй-яй. Аптечка. О, есть аптечка. Давай иди, хилься, мона. Иди. Иди сюда, хилься. Пожалуйста, живи. Ой, Гарик. Нет, уходим. Уходим. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я иду сюда, короче. Жесть. Убегаем. Надо убежать срочно. Срочно, срочно. Уходим сюда. Срочно, срочно. Уходим. Тут, короче, он все двери повыбивал. Мы попробуем сейчас сбежать через ворота. Опа, жесть. Уходим. Есть. Походу я сбежал. Ю-ху. Дышь. Мы на свободе. Ура. И двигаемся к следующему персонажу. Так, наш результат это 1455. Получаем этот бонус. И двигаемся дальше. Так, кстати, я не поставил на взлом вот этот вот ящичек. Поэтому мы ставим, в принципе, и играем дальше. Замон у нас получилось просто феерически сбежать. И дальше у нас идет персонаж, выживший под названием Айронс. Его преимущество это скорость. 38 единиц у меня скорости. На восьмом уровне. Прочитаем биографию. Аурос. Типичный хикан, который всю свою жизнь предпочитает проводить, абстрагировавшись от внешнего мира. Но, несмотря на скромный внешний вид, Айронс очень высокомерный молодой человек. Любитель кичится своими знаниями абсолютно в любой области. Постоянно подвергался издевательствам в школе и университете со стороны сверстников. Чем больше вы играете за персонажа, тем больше его знаете. Начинаем играть. Нажимаем кнопочку и у нас идет подбор игроков. Онлайн у нас 32 игрока в игре 30. То есть со мной кто-то сможет поиграть, кто-то еще интересный, такой интересный. Кажется, вообще непонятно. Онлайн у нас 34 игрока в игре 29. Опа, Гарик! Второй раз нам уже повезло на Гарика. И мы играем уже на карте Hilltop. Hilltop, да? Хочу домой к маме. Хочу домой, как в садике. Хочу, хочу домой. Хочу домой. К маме. Ну ты айрон сдаешь, конечно. О, и кстати, он может ускоряться. Я немножечко его прокачал, поэтому, если кто-то кричит поблизости, то мы можем ускоряться. Если кто-то кричит за счет других, он ускоряется. Уходим, 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 бежим, дверца. Ах ты, поймал меня Гарик. Гарик уже сразу же поймал меня. Ах, негодяй. Попробуем сейчас сбежать. Капец, как он меня так умело, конечно, закрыл? Непонятно как. Мне надо идти в дом искать, короче, аптечку. Первым делом это ищите аптечку. Это самое главное. О, тут лом лежит. Лом Гарика. Подобрал я лом. Еще тут куча-куча всякой-всячной. Это что такое? Он так все быстро подбирает? Или что? Я что-то ничего не понимаю. Смотрите-ка. Бац, подобрал вот это, да. Ускоряемся. Аптечка вижу. Ура. Ура, наконец-то аптечка. Хилимся. Идет у нас хилка. Хорошо. Плюс все дела. Есть. Все, мы подхилились. Или нет? А почему я раненый? Это что за разводилово? Аптечка пропала. Так, у меня 2 доллара я нашел. Капец, аптечка пропала и я не могу нигде походу подхилиться. Это трэш. Клетка почему-то одиночная здесь. Очень странно. Так, ну-ка. Что мы можем здесь по насобирать? Где моя аптечка? Мы так все быстро подбираем. Это вообще какая-то жесть за Айронса. Я единственный, кто у нас остался ранен в игре. Ой, кто-то уже сбежал через динамит. Они там уже все взорвали. Надо идти бежать. Надо идти срочно бежать. Лечение. Второе уже. Надеюсь, оно у нас хотя бы пройдет успешно. Так, давай лечись. Лечись и не боись. Наконец-то. Все, мы уже подхилились. Можно спокойно идти. Что мы еще можем сделать? Мы можем, наверное, попытаться еще на дельтаплане улететь или купить себе билетик какой-то интересный. Ой, а тут я что пропустил? А ну-ка. Тут я пропустил для дельтаплана. Это у нас что такое? Это у нас для тележки получается. Ну что, пробуем куда-то сбежать. Дельтаплан собирается. Гарик, нет, не трожь. Не трожь меня. Уходим, уходим, уходим сюда, мамочки. Дельтаплан. Что-то можно с ним сделать, придумать. Так, тут что-то непонятное. Сейчас, походу, меня поймают. Нет, я проиграл за Айронса. Капец, все сбежали, ботяры, я проиграл. Вот это, да, вот это не везение, не удача. Я бежал как мог. И результат, кстати, довольно-таки неплохой. Получили мы редкий ящик. Получаем. Ну, а после Айронса у нас следует Митчелл. Сейчас мы посмотрим, что же это такой у нас за мастер на все руки. Мастерство у него 43 и уровень у меня седьмой на Митчелла. Прочитаем биографию. Джек Митчелл. Необычный сексуальный парень с невероятной харизмой, беспощадно побеждающий голову лысиной и острым во всех смыслах язычком. Он похож больше на похотливого деда, в котором еще есть запал. Его сердце всегда принадлежало искусству, но возможности и развить себя в творческом плане никогда не было. От своих корней из бедного мексиканского парня, который работал техническим специалистом на телевидении, он манипуляциями, мошенничеством, соблазном и гладким гаечным ключом пробил себе путь к богатой жизни. Ничего себе, конечно, Митчелл, а с виду такой интересный мужчина, да, как нам писалось. Опа, культурист. Не культист, а культурист, точно. О, нет, это хоспитал, тут же они все будут баговать. Думай, при помощи гаечного ключа, ну давай, будем сейчас мы с тобой думать, решать, как мы тут будем с этими батярами играть, которые у нас багаются везде и повсюду. Ой, кто-то за мной идет, нет? По-моему, нет. Так, тут у нас есть знак восклицания и есть у нас этот культурист. Ой, он куда-то не туда ушел. Мне повезло, короче, он куда-то переагрился. Он, короче, пошел за редким типом, да, он тут у нас один в игре, поэтому, короче, культурист решил пойти именно за Наварро. Хилится довольно-таки быстро, если я не ошибаюсь. Возможно, они хилятся как-то наравне. Может, мне кажется, что он быстро хилится. Опа, закрыл дверь, уходим, тут тоже мы закрываем. Надо где-то тут, походу, еще эти понаставить. Ну-ка. Ой, так он их так быстро делает эти доски. Я раньше не знал, я думал, это трата времени. Нет, это, смотрите, какая защита. Еще здесь можно. Замуруем. Ой, я сам себя замуровал. Капец, это как он обошел. Так, вот мы в клетке. Выбираемся потихоньку. Бац, бац, обошел меня так аккуратненько. Тут главное еще в тупик не попасться. Это тоже очень важный такой моментик. Потому что, если мы будем делать эти все штуки, то не факт, что он их прям всех будет вылавливать. О, хорошо. Давайте поможем друзьям. Друзья, выбирайтесь. Выбирайтесь, друзья. Боже, у меня уже галлюцинации идут. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну-ка. Ай, не успел. У меня опять в клетку. У меня уже галлюцинации полным ходом. Вот это жесть. Тут и галлюцинации бывают. Короче, по сравнению с хоррор-филдом, конечно же, хоррор-шоу даже чем-то Честно говоря, хоррор филд. Так, ну что, куда мы уходим? Куда мы бежим? Дверца. Идем сюда. Мне надо где-то подхилиться. Тут есть где-то аптечка. Вижу аптечка. Ура! Ура, ура, ура. Аптечка. Хилимся. Идет у нас лечение. Потихоньку. Ну это капец, конечно. Что они тут вытворяют? Это трэш какой-то. Ну-ка. Я подхилился, но у меня до сих пор по ходу галлюцинации. Или нет? Эксид. Эксид, эксид, эксид. У меня галлюцинации, у меня галюны. Ой, он ушел. Он тупо ушел. Вот это мне, конечно, повезло. Так, галлюцинации у меня продолжаются. Какие-то даже пауки побегали. Начали бегать по экрану. Это жесть. Ой. Ах ты. Он с одного удара меня, короче, валит на землю. Все, мы проиграли, к сожалению. Замечила. Сколько же мы заработали. Ой, ужасный результат, конечно. Просто этот ключ не подошел. Сто процентов. И последний персонаж, мы к нему двигаемся. Ну и последний на сегодня персонаж. Это Наварро. Так, Наварро у нас живучий, оказывается. Не то, что мудрый. Он живучий. Поэтому у него целых 34 живучести. Четвертый уровень. И посмотрим его биографию. Прошло несколько страшных, кропотливых войн. Но Наварро в них не участвовал. Капец. Ну ты Наварро. Ну у тебя, конечно, биография самая такая интересная, многословная. Я бы даже так сказал. Нажимаем играть. И мы стартуем. Самый живучий это у нас Наварро. И бац. О, Лаки. Жиробасина. Впервые на видео попался такой толстый. Держи хвост пистолетом. Ну что, погнали. Мы стартуем. Вот наш Митчелл. Ой, это не Митчелл. Это уже Наварро. За Митчелла мы уже поиграли. Вполне. Довольно-таки хорошую игру мы за Митчелла сыграли. Правда, нас потом завалили в конце. Но это не важно. Главное, это, конечно же, игра. А выиграем мы, не выиграем. Это дело такое, да? Так, ремонт электрощитка. Мы прям в этих текстурах застряли. Думаем, как же выбраться. Думаем, как нам выбраться из электрощитка. Лаки уже кого-то ранил. Лаки очень толстый, очень сильный. Идем сюда. Тут у нас я вижу тряпочка одна. И мы можем уже, наверное, пойти окно. Юзать. Тудым-сюдым. Но пока что я хочу еще генераторы эти починить. Электрощитки. Он уже завалил одного. В клетку еще и мону. Офигеть, конечно. Вот это да. Мы чиним щитки. И у нас сразу активируется два способа побега. Но для одного нам надо будет найти карточку. А для второго нам ничего не надо будет найти. Просто сбегать. Еще кого-то ранил. То есть я один остался. Тот, который живой хожу здесь, оказывается. Вот это да. Неужто они где-то здесь? Ой, Лаки. Ой, он тут напердел. Он тут пердит вовсю. Газы выпускает. Жесть. Уходим сюда. Дверь. Еще одна дверь. Вот это да. Вы это видели? Там зеленое все было. Аптечка. Давай, лечись. Ты же у нас живучий. Давай, живи. Живи, живи. Лечись, лечись. Мы уже в этой стороне будем, наверное, двигаться. Вот тут у нас есть две веревочки. Мы можем, наверное, их на окно уже применить. Ну-ка. Две веревочки. Раз. Веревка. Они, короче, там возле выхода все багуют. Багаются, как, походу, у меня в прошлой серии было. Капец. И он их всех ловит, походу. Сейчас меня тоже поймает. Нет, нет. О, Мона выбралась. Ура. Мона, спасай меня. Спасай ситуацию. Ситуэйшн. Давай. Так. Тут у нас вроде бы все. Я сделал то, что надо. Электрощиток мы здесь чинили. Здесь у нас что еще имеется? Здесь у нас вроде бы ничего такого полезного. Мону завалили. Она пожертвовала собой. Во благо человечества. Завалили. И, походу, я один остался. Живучий. Капец. Я один против этого жиробаса. Жиробас. Ну, все. Мне, походу, кирдык. Ой, вижу здесь щиток. Идемте, короче, к щитку. Мне, походу, реально кирдык. Тут я даже не знаю, что думать. Он, походу, только ко мне идет. Найти мои звуки. Найти крики. Так. Ой, вот он идет. Уходим. Надо здесь, короче, эти доски поставить. Давай. Есть. Поставили доски. Уходим. Тут дверь. Дверь уходим сюда. Доски. О, капец. Он где-то здесь. Он рядом. Я чувствую. Эксит. Ну, тут у нас все закрыто пока что. Куда мне надо идти? Что мне надо еще выполнять? Трэш. Ну-ка, здесь попробуем замуроваться или нет? Я уже боюсь. Я уже боюсь тут муроваться, потому что вдруг меня сейчас завалят. Тут никак не выбраться. О, через вертолет мы можем попробовать. Щиток, щиток. Мы чиним щиток. Короче, Лаки куда-то ушел, походу. Нет? Так. Ой, боюсь, что он сейчас ко мне, короче, своими ногами жирными затопает. Надеюсь, этого не будет. Так. Опа, починили еще один щиток. Остается нам, походу, последний. Так. Мы аккуратненько уходим. Я один на один против Лаки. Один на один против Жиробаса. Надо закрыться. Ой-ой-ой. Где он? Я не знаю. Короче, я закрываюсь везде. Вот он там. Да, я досками все закрыл. Фух. Идем на улицу, что ли? Или как? Как мне быть? Походу, надо идти на улицу. Он идет, он идет, он идет. Он меня слышит. Лаки! Божечки, он уже отсюда войдет. Жиробасина. Ой, он эти газы свои выпускает. Выпускает газы. Щиток я вижу. Он не починен. Ой. Так, тут доски. Уходим в эту сторону пока что. Капец. Вот это трэш. Мы, короче, его гоняем туда-сюда. Мы его гоняем туда-сюда. Доски тут нам надо разрушить. Ломаем доски. Так. Вроде бы его нет. Или есть он где-то? Ну, где-то он полюбе здесь ходит, бродит. Вот это, конечно, катка. Хоть стой, хоть падай. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Вот он бежит. Все, мы, походу, не успели. Не успели. Дверцу. Дайте мне дверцу. Тут я все залатал. Опа. Дверь. Дверь, 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 дверь. Сюда. Попробуем. Но я уже не успею. О, дышь. Все, меня поймали. Боже, тут все зеленое. Тут уже капец. Как что он тут наделал? Вот это да. Так, я даже не понял, что произошло. И подводим итоги. Ну что же. Вот такой вот у нас видеоролик получился. Пишите свое мнение в комменты. Кто вам из выживших больше всего понравился? Кто меньше всего? Будет интересно почитать. И тем не менее, у нас Мона выжила. Одна из самых таких, можно сказать, на вид неприметных персонажей. Но все-таки она у нас выжила. И мы можем, в принципе, прокачать либо Культуриста за 6800, либо же Наварро до 5 уровня, либо же Культуриста до 8. Если мы его прокачаем, то мы получим уже способность именная гантеля, поэтому я его сейчас и прокачаю. Улучшаем именная гантеля, прокачая любого персонажа, мы еще плюс получаем сундучок. И на этом мы будем, в принципе, завершать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Из этих всех выживших, честно говоря, мне больше всего понравилась Мона. Ссылочка на плейлист игры, на игру, на дискорд-сервер и на донатику, у кого есть желание, возможность поддержать мне денежкой. Буду вам благодарен. Увидимся с вами в следующем видеоролике. Всем удачи и до скорой встречи. Всем пока-пока.